в этом видео поговорим о возможных проблемах с темой music play и их решение установим два бесплатных плагина без которых мы не сможем качественно настроить наш сайт музыкальный на теме music play меня зовут федор васильев и подробности в этом видео и так что получается сейчас у меня я вывел два стиля музыки это меню при наведении на музыка выплывает два пункта клубной музыки электро и house если вы будете по жанрам разграничивать музыку у вас в каждом на каждой странице должны быть разные альбомы да то есть в электро альбомы относящиеся к электро к хаосу соответствующие альбомы и так далее это может быть и попса там и все что угодно не обязательно это клубная музыка и когда я настраивал сайт я столкнулся с несколькими проблемами во первых сразу предупреждаю тех кто любит и пользуется новым редактором gutenberg который встроен wordpress вы можете забыть о нем если вы хотите использовать тему music play разработчики сами подтвердили с ними связался что ихняя тема music play не работает с gutenberg то есть пока не работает а если она не работает значит вытекают отсюда проблемы скажем проблема была разграничить категории музыки электро хаос у меня и там и там выскакивали одни и те же альбомы сейчас вы видите то что здесь у меня действительно хаос как я хотел здесь я добавил альбомов вылазит электро и в этом видео покажу это решение вам придется принять свое решение то есть если вы не можете без куб без гутенберга вам нравится здесь нужно либо дождаться когда разработчики обновят и добавит поддержку шаблон тема music place gutenberg но об этом они не сказали они спрашивал вообще будет ли это поддержка гутенберг я не знаю придется включить обычный редактор чтобы у нас все работало как это связано сейчас я вам покажу в этом видео мы решаем две проблемы и решаются это двумя бесплатными плагинами без которых никак не обойтись это курта лад плагин преобразует кириллические символы наглядно покажу если вы не понимаете это вообще с на передовой плагин без которого вообще наверно ни один сайт не может существовать на wordpress и какие были с этим проблемы и classic editor включающий нами с вами любимый тени msi редактор старый редактор wordpress которым мы привыкли пользоваться и давайте сначала курта лад разберемся сейчас я специально отключил чтобы показать какая у вас будет проблема когда у вас этих плагинов нет то есть при создании альбома смотрите сейчас я перехожу альбомы нажимаю создать проблема возникает именно если вы у вас будет вот здесь заголовки русское название вашей музыкальной композиции например я называю трек 6 то есть по-русски выбираю там какую-нибудь обложку выбираю категорию назначаю треки можем пока даже не назначать нажимаю публиковать что происходит давайте посмотрим перехожу в электро вот этот альбом смотрите я захожу внутрь и здесь непонятно что какая-то кнопка синяя у вас будет тоже самое скорее все проблема как раз таки с русскими названиями а именно альяс нашего названия смотрите что происходит нас в ссылке видите вот из-за этого идет какой-то конфликт и нам нужно чтобы либо автоматически это название с русского языка именно менялась в альясе то есть в название трека если хотите использовать русское название трек 6 у меня здесь можно использовать но вот здесь вот видите ниже появляется альяс вы конечно можете если вам это будет не накладным не использовать этот плагин специальный и каждый раз при создании альбома вот здесь вот менять английскими буквами то есть если я сейчас вот напишу английскими буквами проблема исчезнет но согласитесь будет удобно если в автоматическом режиме при создании альбомов и других страниц у вас автоматически здесь будет все правильно в ссылке автоматически будет переименовываться вот как раз таки идет нам на пользу этот плагин как его добавить плагины добавить новый чтобы быстро плагин найти в поиске плагинов вы пишите курт а лад вот как у меня здесь вот он вы его находит вот его логотип нажимаете его установить активировать у меня он уже установлен поэтому нажимая его активировать здесь настройки есть но здесь ничего в принципе делать не надо вникать в это вам наверное не придется в автоматическом режиме плагин будет переименовывать все русские названия и проблема получается исчезает смотрите зайду в альбом сейчас здесь у нас не меняется то есть созданные альбомы которые были созданы до того как вы установили плагин автоматически это не меняется это при создании уже новых альбомов после активации плагина вот этого будет все меняться смотрите я пишу трек пишу tracker просто для проверки обновить все здесь название русское смотрите в альясе видите видите на английском то есть вот она автоматически меняется за счет этого плагина все одну проблему мы с вами решили и мы можем обновить страницу да причем если вы будете обновлять этого лесу на же сами уже нет поэтому нам надо перейти заново в стиль зайти заново в этот альбом и увидеть что открылся он вот постер вот русское название здесь остается но ссылки альяс будет видите на английскими буквами то есть одну проблему с вами решили теперь следующее когда я вам видео показывал в прошлых как я сделал страницы на самом деле я не разграничил стиле это делается встроенным short кодом в music play тему как это делается вот как раз таки здесь gutenberg нам мешает смотрите страницах в электро нам нужно назначить чтоб к этой странице подвязывалась категория категория электро альбомов это делается вот этим short кодом ниже но если мы им воспользуемся он здесь не появляется разработчики меня подтвердили что gutenberg из-за этого проблема и что мы делаем наши страницы во-первых вот здесь где альбом я вам показывал что вы можете выбрать вы можете вы здесь шаблон по умолчанию то есть вы измените обратно шаблон по умолчанию обновить дальше страницу у меня здесь house и другие ваши созданные страницы тоже вот здесь черт код виден потому что я тут игрался с плагинами я его здесь удалю заново все покажу его здесь у тоже шаблон по умолчанию обновить сейчас видим gutenberg дальше вы переходите в плагины вот так вот он classic editor называется то есть добавить новый ищите его здесь вот так он выглядит иконка его нажимаете установить я его активирую здесь тоже есть свои настройки но я здесь ничего не трогаю все стоит здесь нормально как нужно что мы видим переходим страницы перехожу в электро вы видите нормальный стандартный редактор gutenberg отключается теперь у нас стандартный редактор сюда мы ничего не вводим если хотим разграничить вот у нас есть электро спускаемся ниже находим short код смотрите как мы действуем мы выбираем здесь альбом дальше есть разные виды что мы можем сделать я пока покажу на альбом лист появляется дополнительной опции здесь я выбираю сколько колонок и мне надо пускай в 4 ну то есть видите вот как здесь четыре колонки дальше пошли новые ниже дальше лейбл то есть подвязываем ли все альбомы участвующего с этим лейблом просто он один добавлен если будет больше здесь будет список больше как например вот две категории у меня да то есть на странице электро я хочу чтобы альбомы выводились из лейбла вот этого дома моего также так как у меня это электро страница значит я подвязываю категорию стиль электр только здесь дальше дисплей ордер это типа сортировки то есть в каком виде показывать альбомы не очень я думаю полезная опция там по айди по заголовку можете просто поиграться посмотреть именно как альбомы здесь выглядит из этой категории электро то есть я ее не использую следующий два чекбокса отобразить погенацию нижние это постраничные ну переключение страница 1 страница 2 отображать или нет и показатели фильтрацию опять же надо смотреть на сайте чтобы понимать где это и что это вы должны понимать что возможно я посвящу отдельные уроки тут видите как много всяких шорткодов на странице разное можно выводить но вот это очень важный важный шаг я пропустил здесь лимит смотрите если 4 то будет вводиться 4 альбома и потом будет страничка 1 страничка 2 если 8 вот как у меня выводится значит здесь ставим цифру 8 вот на этом уровне я нажимаю вот на эту кнопку send the editor и получается вот шорткод он должен вот так поместиться здесь тогда он будет работать вот проблемы с гутенбергом здесь не проставлялся мы можем и эту строчку кода редактировать если мне понравится вы видите менять количество альбомов лимит менять и другие параметры фильтр нет не используется и если нам это как-то не нравится и мы хотим переделать придется каждый раз удалять эту строчку кода шорткода и вновь добавлять новую здесь используя другие параметры если нам не устраивает вот это да смотрите я обновляюсь иду на сайт еще раз перейду в электро вот вот это видите показывает page страница 1 страница 2 на второй странице продолжение у меня идет да то есть я вывожу по 8 и 9 метуда у скачу и опять смотрите сортировка здесь еще тоже покажу вот сейчас в электро у меня выводится альбом первым который я добавил а надо чтобы сюда по идее выводился последний добавленный альбом а последний который на второй странице то есть самый свежий он должен быть вот здесь первым это тоже в шорткоде вы должны учесть давайте посмотрим как это делается удаляю код и заново выставляем с вами в такие параметры 4 колонки вывожу 8 отмечаю лейбл отмечаю стиль отмечаю вот этот чекбокс а здесь айди принципе ничего нет ничего не трогаю а вот здесь вот беру вот это значение вот вот это значение будет свежий альбом первым показываться по идее должен давайте отключим постраничную и по посмотрим фильтрацию нажимаю на кнопку обновить еду на сайт обновляю страницу мы с вами видим отключение у нас по генации но лучше и не отключать потому что новые альбомы как альбомы которые уже прошли дальше 8 да мы как их увидим надо будет оставить вот вы видели трекеры я добавил видите он здесь находится сейчас правильно все вот здесь вот вверху показ такая строчка значит отсортировать вот так вот по лейблу из этой категории по стилю ал это все показать все то есть у вас же у каждого альбома разного быть лейблы они скорее всего здесь будет списком просто лейбл я создал один вот такая вот сортировочка соответственно это надо будет проделать в каждую вашу страницу да вот мы с вами house еще не настроили давайте посмотрим вот прям наглядно все-таки лейбл создадим еще один пускай это будет несколько двоек лейбл нажимаю на эту кнопку лейбл добавляется сразу галочка помечается но последний альбом пускай относится вот к этому лейблу обновим возвращаемся значит тогда в страницу электро удаляем этот код заново сгенерируем short код альбомы четыре колонки я уже быстро пробегаюсь вот лейбл добавился отображать оба я выбираю отображаем электро галочку последний по генацию не отключаем да а фильтра вот оставим давайте посмотрим обновимся обновлю страницу вот они здесь видите лейблу будут через косую черту вот так вот я кликаю по лейблу показывает сортировка только а те альбомы этого лейбла показывают альбомы только этого лейбла да так как стиль здесь один музыки поэтому здесь вот в общем это удобная штука я бы наверно тоже и оставил вот странички мы оставляем тоже по генация называется это все мы оставляем для закрепления информации давайте все таки вторую страницу я тоже покажу настрою в хаосе здесь тоже без шаблона давайте с short кодом разберемся значит альбомы также у меня четыре колонки 8 на странице отображаю я вот этот лейбл здесь я выбираю house уже и давайте здесь сделаем без сортировки свежие альбомы первыми без фильтрации из погинации вот такой шорт код обновить еще раз проверим электро вот вы видите сортировка есть нумерация есть вот вы видите один альбом у меня в house выводится но опять же лейблы могут пересекаться то есть house и электро два разных трека может быть выпущена одним и тем же лейблом если вы в шорт коде отметите то в хаосе будут вылазить также и жанр электро если вы в шорт коде укажите до что клей был в данном случае я переделал шорт код лейбл вообще не выводил что просто показать что работают разграничения вот в хаосе я добавил только один альбом вот он есть соответственно в электро выводится все которые хочу чтобы выводились вот так же по аналогии вы можете разграничить и сделать неограниченное количество вообще огромное меню с разными стилями под стилями и вот так вот это все настроить вы пять пять но и у вот и